Мы готовы к пункту 8, как мы практически делаем пророческое служение. Один из самых важных элементов, которые необходимы для того, чтобы делать пророческое служение, это фейс. Очень хорошо, правильный ответ. Вера нам нужна. Пустота 45, заполняйте слово «вера». Вообще-то это один из самых важных элементов, которые мы все делаем, как верующие, через которые. Мы должны жить по вере. Без веры мы не можем угодить Богу. Все, что не по вере, без веры. Библия говорит, это грех. Итак, согласно тому, что нас научили уже, что я вас учу, чему бы вас не учил пастырь Валентин или согласно тому, что учат пастырь Валентин и пастырь Виталий, Александр, все ваши учителя, которые проповедуют и учат, любое учение, которое вы принимаете, или даже то, что вы лично изучаете, если мы к этому всему не присоединяем веру, оно никакой пользы нам не принесет. Все, что мы тогда примем, будет просто информацией. Писание говорит в Евреям, 4 главе, 2 стих. Ибо нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, потому что не было растворенное верою слышавших. Все, что нам Бог не говорил бы, мы должны соединять это с верой. Мы должны верить в это. Итак, Слово Божие говорит, что все могут пророчествовать верующие? Да. Но одно дело сказать это, а другое дело верить в это. Да? Поэтому мы должны верить. Всякий раз, когда мы учим Слово Божье, необходимо в Него верить по вере. И цифра Б, да, буква Б, мы должны верить, что Бог все еще говорит сегодня. Цифра, пустота номер 46, сегодня. Потому что если бы мы не верили, мы бы и не участвовали в пророческих служениях на сегодняшний день. Мы должны верить, что Бог говорит сегодня. Буква С. Ты должен верить, что Бог будет говорить с тобой или тебе. 47-я пустота, с тобой или тебе. Да? Да. Мы можем говорить так, ну да, я верю, что Бог говорит. И может быть, я верю, что Он моему другу что-то говорит. Ну или может быть пастырь, он говорит. Ну может Аня, Бог что-то говорит. Но я не верю, что Бог говорит лично со мной. Нет. Нет, не верю. Мы должны верить, что Он лично к нам может обращаться. И вот это вера. В первых дней, когда я только встретился и познакомился с Джон Пол Джексоном, И Он пригласил меня, чтобы я прошел тренинг, обучение, и стал одним из Его учителей. И я приехал в Нью-Хемпшир, там целую неделю проводился тренинг. И где-то 50 человек было там. И длинный день, обучающий процесс. С девяти утра до девяти вечера в течение всей недели. И один вечер после служения Мы сидели в кафе Кто-то пил капучино Или шоколадные тортики кушал кто-то. Потому что это очень духовный процесс. Да? Да? Я выпил, пока здесь был, тоже выпил достаточно много капучино и тортиков. Видите? Итак, мы сидели за столиками, за столом. И Джон Пол сидел возле меня. И с другой стороны стола еще двое сидели. Я разговаривал с человеком, который сидел напротив меня. И Джон Пол Джексон говорил с человеком, который сидел напротив него. И я обращаюсь к тому, кто сидит напротив меня. Я не знаю, что я здесь делаю, почему я здесь. Я, по-моему, вообще не такой пророческий, как надо. Наверное, моя жена должна была здесь быть. У нее есть пророческая вот эта жилка. И как только я закончил говорить, произносить эту фразу, У Джона Пола был на вилочке кусочек тортика. Он был готов укусить. Он остановился. Он посмотрел на меня. И сказал, Ты более пророчествующий, чем ты о себе думаешь. Повернулся и продолжал кушать свой тортик. И я так подумал, Мне кажется, что меня только что нежно осадили немножечко. Сделали такое вежливое замечание. Я думаю, так, это пророчествующий человек, пророк. Я видел его пророческий дар. Так, получается, он видит во мне что-то, что я в себе не вижу. И я знал в тот день, Что я либо поверю в то, что он сказал, либо нет. И я решил поверить, что это было слово от Бога. И мне пришлось поговорить с самим собой. Пол. Пол. Выровняйся. Ты более пророческий, чем ты о себе думаешь. Ты одарованный. Ты можешь это делать. Ты призван это делать. Прекрати ныть. Прекрати жаловаться. Поверь в это, парень. Здесь больше в тебе, чем ты осознаешь это. А ну встань, сын. Подними свою голову. И пророчествуй. Потому что Бог с тобой. Это изменило мою жизнь. И для меня это стало живым посланием. Говорить другим людям. Ты не оставлена. Бог знает каждого из вас. И Он поместил дары в каждого из вас. У вас есть дары Божьи. Бог за тебя, а Он не против тебя. Ты имеешь то, что Он говорит, что ты имеешь. И ты такой, как Бог говорит, что ты таков. И ты можешь делать то, что Бог говорит, что ты можешь делать. Поверьте это с верою. Аминь? И так, нам надо ходить верой, верить верою. Я могу слышать Бога. Бог будет говорить ко мне. Потому что у Него нет лицеприятия. То, что Он делает для других, Он сделает и для меня. И Писание говорит, что все могут пророчествовать. Немного четыре. Я могу пророчествовать, потому что я не должен быть пророком, чтобы пророчествовать. И потом четвертое. Люди, кроме пророков, тоже способны пророчествовать. Все могут высвобождать пророческое слово. Иисус постоянно ободрял людей в то время, когда Он жил. Он всегда говорил, имеющие уши, да услышит. Пусть они услышат. У всех нас есть духовные уши. Мы можем слышать. Мы можем слышать то, что Бог говорит нам. Не долго после этого я вернулся в свою церковь после того обучения. И к нам приехал человек, которого Джон Пол Джекселл послал. Послал в нашу церковь для того, чтобы открыть подобное служение в Далласе. И мы начали по вторникам, вечерам, такое служение, которое мы называли потоки. И вот у нас был вечер, когда мы говорили обо всем, что связано с пророчествами. А потом мы молились за людей. И лидер сказал, все, кто хотят, чтобы им послужили, выходите вперед. И все выбежали вперед. И у нас была такая длинная очередь по всему, весь вперед был занят. И потом этот лидер говорит, пошли со мной, Пол. И я начал следовать за ним. И я говорю, куда же мы идем? Он говорит, ну мы будем пророчествовать над каждым. Я был в шоке. Нет, я не готов. Он стал пророчествовать над каждым человеком в очереди. И мне пришлось поговорить с самим собой. Пол. Пол. Псовлонут покой. Покой. Успокойся. И послушай. И я попророчествовал над одним. Попророчествовал над следующим. Попророчествовал над следующим. А потом, внезапно, произошло как поток. Просто я открывал уста, а поток шел. И я так, о, так это же легко. И потом он это делал. Вау, так это вообще легко. Мне нравится это. А потом у меня посетила мысль. Так, что-то чересчур легко. А что ж это, если это я, а не Бог? И я так, о, нет. Я знал уже достаточно, чтобы знать вот что. Если я не верил, что это был Бог, значит, мне надо просто сесть. Но я знал, что мне надо оставаться в вере. И верить, что это был Бог, и Он меня использовал. И я начал продолжать. Я продолжал. Пока я не дошел до самого конца. И когда я закончил с последним человеком, были еще люди в аудитории, посещающие это служение, общающиеся друг с другом. И я просто сел вот так вот в стороне на стульчик сам по себе. И я сказал, Господь, в одно мгновение это стало так легко. Бог, ну ты же знаешь мое сердце. Я не хочу ничего говорить и говорить, что это от Тебя, если это не Ты. Господь, мне надо какое-нибудь подтверждение. И в то мгновение молодой человек пришел и сел рядом со мной. И Он сказал, Слышь, парень, друг, друг, дружбан. Я вообще не верил в эти все штучки. Моя девушка притащила меня сюда. И вытащила вперед, чтобы я в очередь встал. И я узнал его. Он стоял третьим с конца, за которого я молился. И Он говорит, серьезно, я не верил, что это вообще работает. Я не верил, что это вообще Бог. Но Он говорит, ну послушай, чувак, когда ты поделился со мной, Бог только один мог это знать. Я хочу, чтобы ты знал, я тебе реально в это верю. И снаружи я сказал, благословляю тебя, брат. А внутри себя я сказал, спасибо, Господь! По вере. Вам только надо верить. И вы доверяете самого себя Ему. А Он будет служить через вас. Аминь? Хорошо. Следующий пункт, девятый, римская. Как же мы слышим голос Божий? Как мы слышим от Бога? Мы, во-первых, провозглашаем, что мы можем это делать. Так как мы это делаем? Ну, во-первых, мы должны быть рождены свыше. Вообще, Бог может говорить кому угодно, но Более чаще или регулярнее Он говорит к тем, кто Его. И Иисус говорит, овцы знают Мой голос. И они знают, как я говорю, знают Мой голос. И они будут следовать за Мной. Поэтому нам надо быть рожденными свыше. Вам надо быть Детем Божьим. Нам надо быть овцами Его. Повернись к своему соседу и спроси, Ты овечка? Саш, ты овечка? Влад, ты овечка? Да. 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 А черные тоже красивенькие. Во-вторых, мы должны быть наполнены Духом Святым. Ходить в близости с Богом. Потому что наш диалог с Богом, наше общение идет от Духа к Духу. Поэтому нам надо иметь Дух Святой. И Бог пообещал, что Он возьмет Свой Дух Святой. Он явит жизнь в нашем Духе, возродит жизнь. Он прикажет нашему Духу возродиться. И теперь Его Дух будет жить в нашем Духе. И от Духа к Духу происходит диалог, взаимоотношения. Да? Итак, это общение оно не происходит откуда-то оттуда с нами здесь. Это общение происходит здесь. От Духа к Духу. И Он говорит вам. Хорошо? Третье. Мы должны ходить в близости с Богом. Вы узнаете? Мы должны иметь взаимоотношения с Богом. Мы должны иметь взаимоотношения с Богом. Да, но мы имеем разные... Ходить в близости с Богом. Да. 49 — близость. Знаете, что это означает? У нас должны быть каждый день, ежедневно взаимоотношения с Богом. Как часто мы можем говорить с Богом в день? Постоянно. Да. Он — ваш лучший друг. Поговорите с Ним в любое мгновение. Имейте с Ним эти взаимоотношения. Я говорю с Иисусом постоянно. Я использую имя Иисуса регулярно. Я просто это правильным образом использую имя. Да. Он везде вас сопровождает. Он — самый лучший друг, которого вы только можете иметь. Иисус услышал Отца Говорящего, потому что у Него были невероятно близкие взаимоотношения с Ним. Да. Я имею в виду, Он слышал Его постоянно, потому что Иисус утверждал, что Он делает и говорит только то, что видел и слышал Отца Говорящим и Творящим. Но у Него был еще такой объем времени. Определенный объем времени. И ученики говорили друг с другом. Они задавались вопросом, а где Иисус? А Он на горе. Что Он там делает? С Папой разговаривает. Сколько же Он там уже был? Всю ночь. Это зависит все от того, насколько глубоки и широки отношения вы хотите иметь с Ним. И я знаю, что у всех у нас есть жизнь, у нас есть работы, наши ответственности. Но мы должны научиться как минимум отделить какой-то объем времени каждый день. Ну, как минимум пятнадцать минут. Ну, это самое минимальное. Я, конечно, рекомендую больше. Но как минимум пятнадцать минут. Можете сказать, ну, у меня нет пятнадцати минут. Послушайте, у вас те же двадцать четыре часа, которые есть у всех. И вы можете сказать, ну, да, я занят абсолютно каждый час моей жизни. Встань на пятнадцать минут раньше. Не хочу этого делать. Ну? Твоя близость с Ним будет соразмерна от того, как хорошо ты Его слышишь. Каким пророк должен быть, от которого вы хотели бы услышать Слово, чтобы он попророчествовал над вами? Который десять минут в день с Богом проводит? Или кто, который в расписании с Богом проводит? И в расписании выделяет все выходные, чтобы провести время наедине с Богом, молиться и напитываться Словом, и знать Его ближе. С тем, кто, может быть, когда-то начал с десяти минут, но сейчас проводит каждое утро час с Богом. Потому что намного более важно провести качественное время с Ним, чем что-либо вообще в вашей жизни. Итак, послушайте мое сердце, услышьте. Я не пытаюсь никого обвинить или пристыдить. Я просто говорю, что выбор за нами. Чем больше я сам себя дисциплинирую, чтобы иметь регулярно качественное время наедине с Богом, тем больше я буду ходить в близости с Ним, тем больше я буду знать Его, буду знать лучше Его сердце, тогда мои уши будут больше настроены на Его голос. И я услышу более ясно, более четко. И это гораздо больше, чем просто кто-то со стороны придет и скажет, я думаю, что у тебя есть пророческая мотивация. Пророческая модель Ветхого Завета была построена на мужах и женах Божьих, которые знали, как проводить часы в присутствии Божьем. Поэтому я хочу просто ободрить вас. У каждого из нас есть одинаково равное право на вход к Нему, к Отцу. И знаете, что я обнаружил однажды? Он может быть не спать даже в 4 утра. Верите в это? И я также знаю, что он бодрствует и в 2 часа ночи. И иногда я чувствую, что он чувствует себя очень одиноко, потому что он бодрствует меня в 3 часа утра. И он говорит мне, вставай, пошли в другую комнату, давай пообщаемся. Просто укорените, утвердите это и стройте эти взаимоотношения, эту близость с Ним. Учитесь слышать Его голос регулярно. Поклоняйтесь Ему. Можете сказать, ну я петь не умею. Это ничего общего с этим не имеет. Потому что Библия говорит, издавайте радостные звуки. Поэтому если кто-то говорит, что ты поешь так, как будто завываешь, тогда это качественно. Это квалифицировано. Подходит. Поклоняйся Господу. Поклоняйтесь Господу в душе. У вас есть же вот этот, как мы его, душ. И там длинненький такой проводок идет, да, ну трубочка. Возьмите его как микрофон. В душе. И начните поклоняться Господу. И акустика в душе позволит вам звучать лучше. Просто поклоняйтесь Ему. Читайте Писание. Просите проговорить в ваше сердце из того, что Писание говорит. Скажите Ему, что вы любите Его. Отдайте Ему всю славу. Поблагодарите Его. Молитесь за ваших друзей. За вашу общину, церковь. За ваших потерянных еще друзей. За Израиль молитесь. То, что есть у вас на сердце, молитесь за это. Принесите все свои нужды, запросы к Нему. Но всегда помните, что главная цель это не просто преподнести Ему список ваших нужд, а общение. Это взаимоотношение. И вы говорите с Богом, Он вам будет отвечать. И вы можете сказать, «О, я не думаю, что я справлюсь, что смогу, так сможете». Просто начните. И когда это будет возрастать, ваше время с Ним будет тоже возрастать. Да? Близость с Отцом, она очень важна. Как же нам дальше слышать Бога? Буква «Д» и 50-я пустота «желать», да? Страстно «желайте» делать это. Скажите это Богу. Бог, я верю в то, что был научен. Я верю, что пророчество, оно есть сегодня, действует. Я верю, что Твое Слово говорит, что я могу пророчествовать. И я хочу этого. Я хочу этого, потому что я хочу быть благословением для людей, благословлять людей. Я хочу служить церкви. И я хочу помогать строить Твое Царство. Поэтому, Бог, я хочу это делать. Знали ли вы, что я начинал, как деноминационный пастырь из баптистов? Я был баптистом. Баптисты не верят в дары. Баптисты не пьют. Баптисты не курят. Баптисты не танцуют. Некоторые баптисты не ходят в кино. Было много вещей, которые мы не делали. И не было много, что мы делали. Мы просто в церковь ходили. И евангелизировали. И все. И моя миниатюрная супруга, она невысокая, миниатюрная, блондинка с голубыми глазами, сказала, нет, должно быть что-то больше. Я сказал, замолчать, женщина. Я баптистский пастырь. Она говорит, нет, должно быть что-то большее. Она начала копать глубже и глубже в тех частях Библии, которые мы, баптисты, хотели повырезать вообще из нашей жизни. Чудеса, знамения, чудотворения. Крещение Духом Стопим. Исцеление. И она просто вот этим напитывалась. И она верила, что Бог в этом. И она начала говорить мне об этом. И я так молчать, женщина. Я баптистский пастырь. У нас есть кресло-качалка дома. И там есть место для изголовья вверху. Короче, можно перевернуться из этого кресла-качалки. Короче, ты можешь перевернуться на этом кресле-качалке. Она всегда там качалась, потому что она маленькая. И ей было удобно. И у нее посерединке как раз голова была, никуда она не выпирала, ничего не мешала. А я такой, знаете, мистер-перфекционизм. Все должно быть по порядку, по правилам. И я увидел, что вот это изголовье, проходил мимо, и увидел, что вот это изголовье, оно валяется как-то отдельно, перевернутое. Короче, неправильно. Ну, когда ее не было в кресле-качалки, я поставил его назад. Окей? Только по понедельникам я ездил в определенную школу 4 часа 4 мили езды от дома. Я вставал в 4 утра, ехал 4 часа, был в школе там целый день, заканчивал обучение, 4 часа ехал домой, и дома я был в час ночи. То есть, один воскресный вечер, она села в это кресло, и откинула вот эту подушку изголовья, вот это, и взывала к Богу. Господь, я знаю, что есть больше. Я верю, что языки, они на сегодня даны тоже. Я читала об этом в Писании, я верю в это. Господь, я хочу этот дар. И в этот вечер позже она взывала к Богу. Я спал, потому что мне надо было встать рано в 4. В 4 утра, в этот понедельник утро ранее, я встал, прошел в гостиную, и вот эта вот часть этого кресла-качалки откинута. И я опять подошел, чтобы вернуть ее на место. Когда я прикоснулся к этой штуке, я испытал невероятное присутствие Божье. И я сказал, так это вот о чем все. Я поехал в школу, когда я вернулся домой, она не спала, ждала моего приезда в час ночи. И она сказала, Пол, ты не поверишь. И я сказала, во что? И она говорит, я в воскресенье ночью встала, молилась. И я получила языки, я на молитвенном языке говорила. Я хотела говорить на них. И она говорит, и внезапно, Пол, я начала говорить на этих языках. И она говорит, и было четыре вот слова, которые я произносила снова, снова и снова. И она говорит, я попыталась их записать, как я только их понимала, чтобы понять, что я говорю. И я посмотрел на эти слова. И я услышала, как она их произносит, вот эти четыре слова. А я учил иврит в школе, куда ездил. И я говорю, Лиса, ты на иврите говоришь. И я открыл свой переводчик. И я посмотрел на эти четыре слова в словаре. И вот, что они означали. Святой покой или святой шалом есть присутствующий. Или здесь присутствует святой шалом. Это то, к чему я прикоснулся когда я вернул на место это изголовье кресла. Вот это святое присутствие, святой шалом присутствия нашего Бога. И я сказал, Лиса, это реальность. И она так жаждала, и она была увлечена искать все, что Бог мог предложить. Мы принимали все, что только Бог изливал нам. О, Боже! Даже все те штучки, которые понять невозможно. Мы все это получили. У нас были конференции, служения, встречи. И она все получает первее, чем я. Мы идем на служение, а она все получила. Сила Божья просто сносит ее, лежит. И она лежала на полу всегда. Каждый раз, когда мы приходили на служение, когда служение заканчивалось, поднимал свою жену, нес ее в машину, вез домой. И я немножко таки злился. Она все получает, а я ничего. Я слишком много думал. Я бы остановился уже на каком-то моменте. А она все шла и шла вперед. А она продвигалась вперед. Она настойчиво искала Бога. Полноты в Духе Святом. Даров. Помазания. Духовного снаряжения. Покрывала Божьего, да? Покрова Божьего искала. И причина того, кто я сегодня, и где я на сегодняшний день, и то, в чем я двигаюсь, что делаю. Потому что у меня есть миниатюрная, невысокая блондинка с голубыми глазами в Техасе. Метр пятьдесят ростом, которая страстно продолжала искать Бога. Бог сказал, что Он дает благо своим детям. Хотите слышать Бога? Хотите слышать Его регулярно? Вы должны страстно жаждать этого. Вы должны страстно желать этого. Не сдавайтесь. И Бог встретится с вами. Он проговорит к вам. Он одарует вас. Он верен делать это. Аминь? Аминь. Аминь. Аминь.